Суп харчо в тажине. Здравствуйте! Для начала отметим, что суп харчо это не харчо, а харчо это вообще даже и не суп. Харчо по-грузински, а чаще всего именно так, готовится без томатов, но с обязательным добавлением грецких орехов и к супам это самостоятельное блюдо не имеет никакого отношения. Но ввиду его специфического вкуса, который не очень нравился большинству советских товарищей, была внедрена в рацион граждан некая отсылка к оригинальному грузинскому блюду. Пищепром придумал некий суп, вкусом напоминающим настоящий харчо и его граждане былого государства приняли просто на ура. Итак, суп харчо в тажине. Сначала варим бульон из говяжьей или бараньей грудинки, хотя у меня почему-то свинина. Во время варки бульона снимаем с него жир, на котором потом следует спассировать томатную пасту. Затем снова водружаем тажин на угли и продолжаем готовить суп харчо. В кипящий бульон кладем сырой рубленный лук и чеснок, мелко нарезанный острый перец, рис и поджаренную томатную пасту. Перед окончанием варки добавляем фре из обработанной кипятком дикой алычи. Сейчас август, везде растет дикая алыча и нет необходимости использовать сваренный из нее заранее соус ткемали. Кстати, в оригинальном харчо соус ткемали используют только если нет тклапи. Недостаток остроты и соуса мы ранее заменили острым перцем. Подавать суп харчо следует с кусочками мяса и зеленью петрушки, мяты, кинзы или любой другой травы по желанию. Ниже привожу советские рекомендации по количеству ингредиентов в граммах в расчете на приготовление одной порции супа харчо. Итак, мясо 76, кости мясные 100, рис 30, жир 10, лук репчатый 30, чеснок 3, таматная паста 10, соус ткемали 10 и ливиный уксус 5. Зелень. Как вы поняли, я данных пропорций не придерживался. Приятного аппетита и благодарю за внимание.